Страна фейк создает фейки. Каким бы ни было масло масляным, но сейчас вы услышите самые яркие бредни Российской Федерации, которыми они кормят свой народ. Абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса. Для того, чтобы зайти российским войскам в Украину, Путин и его компания придумала истории про неонацистов и фашистов, которые терроризируют народ. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. 8 лет. Неонацистов они, конечно же, тут не встретили, но фейки продвигать не перестали. Главный фейкомет Кремля – Канашенков. Наступление противника было остановлено. Его рот извергал такое, что уши заворачиваются. Проекты по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. После того, как русские уничтожили Мариуполь, убили десятки тысяч людей, пропагандистам была дана команда запустить новые ужасающие фейки. Специалистами Министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя. Получено свидетельство экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военными вирусами. Да, вам не послышалось. Биолаборатории в Мариуполе. Был учителен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение. Минобороны Российской Федерации связали вспышки болезней в России и на Донбассе с деятельностью биолабораторий в Украине. На временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей вот уже 8 лет не урожай. Виной всему Украина, которая распыляет над полями отраву. Россия придумала очередной фейк от 10 найденных в Украине беспилотниках с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления рецептур. А это уже история про туберкулезные 100-рублевки в Луганской области. Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространения среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. ЛНРовские следователи установили. Причастны 6 военнослужащих, личности которых выясняются, но это точно были украинцы. В так называемом ЛНР, в так называемом Министерстве Государственной, Безопасности даже возбудили дело по этому факту. А вот в Харьковской области и вовсе издевались над мужчинами. Мы получим новое сведение, раскрывающее подробности бессиловичных экспериментов Пентагона граждан Украины в психотерапевтической больнице номер один, село Стрелечье, Харьковской области. Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет в высокой степени физического истощения. Ну а курирует Украину, естественно, сам Пентагон. Американские ученые из лаборатории города Миреево в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы. Лиц, имеющих расстройство психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса. Оспу обезьян тоже вывели в Украине. Снова утечка опасных вирусов из биолабораторий. Россия считает, что болезнь в Европу привез кто-то из украинских беженцев. Доказательства были, но мы вам их не покажем. Россиянин, сидя на диване, смотря телевизор, зомбирован. Он не видит ни грязи, ни нищеты, ни огромных цен. Выживание, да и только. Российские фейки основаны на лжи и пропаганде, дабы скрыть реальные проблемы в России. Владимир Путин молодец!